Дмитрий Владиславович Ну как бы, ну давайте тогда уже закон примем, что должны быть в России только госбанки, да и все, чего уж там мучиться. Но это будет честно. Чем через такие вот лоббистские вещи, там сказать, заставлять, там поисковичные эти повышения выдавливать нас откуда-то, так сказать. Ну, как бы это рынок или это не рынок? Если мы, например, умеем работать с высоким риском, и мы это годами, десятилетиям доказали, что мы умеем работать с высоким риском, ну дайте нам работать. Кто не умеет, тот разорился. Ну там, нужно было, конечно, в кризисах, наверное, не поддерживать, там некоторых спасли, так сказать, трупов. Ну, это второй вопрос. Ну, зачем вмешиваться в рынок, зачем пытаться, там сказать, все равно эти люди, Андрей сказал, что они никуда не уйдут. На мой взгляд, уйдут они, они уйдут в криминальное кредитование, уйдут в какие-то там все равно залоги, ломбарды и прочее, прочее. То есть есть категория людей, которые занимают деньги, и которые, ну, объективности ради, не должна их занимать, потому что у них нет доходов. Там можно делать DTI, можно делать все что угодно, это работать. В реальности будет плохо. Вот. Поэтому хотелось бы обратить внимание, тут такая высокая трибуна людей, которые формируют все это, чтобы, ну, занимались, на мой взгляд, побольше очищением рынка, так сказать, проблемами дутых капиталов, проблемами дутых активов. Там у вас пруд пруди работ, чем регулировать, так сказать, пытаться розничные банки на предмет, кого они должны кредитовать и по каким ставкам. Дайте им возможность кредитовать, как они хотят и кого они хотят, так сказать. Мы сами понимаем. Ну, например, Тинькофф Банк, мы настолько технологично используем такое количество даты, да, то есть вы про это там многие, так сказать, коллеги даже и не понимают, сидящие там с регионов, потому что там для этого нужны огромные инвестиции в IT-платформу, в интеллект людей и так далее, так далее. Что, например, мы там потребительское поведение зачастую наших клиентов видим там очень хорошо и понимаем, кому мы должны давать, кому не должны давать, поэтому у нас и риски очень такие, так сказать, хорошие. Совершенно сейчас новые технологии, так сказать, покупая там, например, большую дату там или данные там от Mail или там еще отряда игроков, мы можем строить такие модели, что мы точно понимаем, что этому человеку мы можем, да, этому мы не можем, да. Ну, это же наша профессия, если мы не можем дать там, мы, так сказать, там теряем где-то деньги и так далее, но мы обеспечиваем кредитование многим слоям населения, а вот законодательно нас постоянно душить там, поиска такое, коэффициент извешенности Андрей совершенно прав, обсуждаются одни, висят на сайте ЦБ, вводятся другие, так сказать. То есть такое ощущение, что вот прям представители там, так сказать, трех или там четырех государственных банков сидят в ЦБ и просто там им говорят, как нас душить. Это очень, конечно, плохо и очень скверно, потому что мы все-таки платим много налогов, у нас десятки тысяч, у нас 11 тысяч людей работает, огромные зарплаты, социальные налоги и так далее, так далее. То есть не понимаю, зачем вы это делаете искренне, вот, и хотелось бы, то есть я, мне кажется, в этом смысле бы слово лучше передал Дмитрию Злаевичу, то есть он, наверное, много, у него записано много уже, высказаться нужно. Мне нечего больше добавить, вот эта озабоченность, которая есть, понимаете, и у моих коллег у всех, у розничных банков. Обратите внимание, мы подписали письмо на имя Эльвиры Сахибзадовны, там, по-моему, 21 банк подписал, 21 банк, уважаемый, там, начиная от Альфа-банка и далее. То есть решение было принято на следующий день, невзирая на это письмо. Ну, что это такое? То есть мы понимаем, что мы, конечно, селедка, осетрина второй свежести, но все-таки хотелось бы какого-то более к нам отношения, на мой взгляд, цивилизованного. Какая-то дискуссия, что ли, что была с нами? Никакой дискуссии не было, понимаете? Коэффициенты были просто нам навязаны. При том, что риски драматически падают, нападение, то есть такое еще. Ну, конечно, трудно, наверное, или практически невозможно вычищать дутые капиталы, о которых я говорил недавно на Гайдаровском форуме, и мы с вами беседовали на эту тему, Денис Александрович, там, мы знаем все эти банки, которые, так сказать, по кругу там гоняют, бэк-то-бэк идеи. Это, конечно, проблема сложная, отчасти политическая. А вот там подушить, так сказать, розничные банки, это отлично. Спасибо.